Девушки и чародей Девушки и чародей Девушки и чародей Девушки и чародей В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цирь. Ведьмак отправился туда в компании Кейру. А мама говорила, что если нам не будут есть обед, то не прощусь. Не знаю, вам еще прежде, чем ляжет снег, черные уже будут здесь. Ну, конечно. Надо быть не в карте. А трудный это язык. Кхе-кхе. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдем за наградой. И что? А ты как думаешь? Мы сделали свою работу. Пора платить. Погодите. Схожу к надзирателю и принесу награду. Мы сами справимся. А ты лучше стой на посту. И то верно. Входите. Мы разобрались с чудовищем в доках и пришли за наградой. Ведьмаки? С каких пор вы путешествуете парами? Одинокого ведьмака подстерегают разные опасности. Например, бандиты. Советую сменить тон. Говори, где искать Бертрама Таулера. Кого? Поверь мне, Геральт, это важно. Мне надо кое-что разузнать. Не знаю я никакого Таулера. Берите деньги за чудовище и выметайтесь отсюда, пока я не разозлился. Где Бертрам Таулер? Последний раз спрашиваю. Стража! В темницу их! Вот, сука! Бертрам Таулера! С ним больше хлопот, чем с Экимой. Таулер пропал, клянусь. Остальные тоже. Я знаю только что с Виенной. И что с Виенной? Она круглые сутки пьет у семи котов. Ну вот, видишь. Так уж необходимо было его убивать. Да. Сейчас сюда явится еще больше стражников. Пойдем отсюда. Встретимся в семи котах. И там я все объясню. В Корчме, где сидит Виена? Ну да. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Нечего языком трепать. Ты должно быть ни одной головы в стражину, красавчик. Идите своей дорогой. Не шрейся тут. Отлично. На ребятишек не гляди. Не испугайся еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь самое время кое-что выяснить. Зачем ты убил Лунда? Что вообще происходит? Хочешь историю подлиннее или покороче? Давай уж, рассказывай все как есть. Был у меня товарищ. Его звали Айден. У тебя был друг? Очень смешно, ссу. Мы познакомились, когда я принял заказ расколдовать монстра из Эландера. А Айден взялся его убить. Он был ведьмаком из школы кота. Насколько я помню, монстра все-таки убили. Да. Когда он выпустил кишки из моего заказчика, вариантов не оставалось. Кое-как я договорился с Айденом. Мы объединили силы, оплату поделили пополам. Потом мы работали вместе много раз. Это был лучший человек из всех, кого я только встречал. Ты знаешь, что ты мне нравишься, но ты даже пальца его не стоишь. И что с ним стало? Как-то Айден принял заказ. Расколдовать дочку герцога. С самого начала в этом деле была замешана политика. И потом все слишком ненавидят школу кота. Не случайно. Ведьмаки школы кота стали по сути наемными убийцами. Айден им не был. Но так или иначе, при дворе герцога нашлись те, кто желал, чтобы расколдовать его наследницу, не получилось. Отряд хорошо обученных наемников застал Айдена врасплох. И его убили. Среди убийц был и наш надзиратель. Абертран Таулер? Он командовал. И это он нанес смертельный удар. Мне жаль твоего друга. Мне от тебя несочувствие и нужна помощь. И только... Надо поговорить с Виеной. Должно быть, она уже достаточно была. Пойдем. Виена? Чего хотите? Мы хотим повидаться с Бертрамом Таулером. А с чего вы мне вам помогать? Для моего друга это очень важно. А что мне за это будет? Для начала я заплачу за твое пиво. А потом посмотрим, насколько ценными будут сведения. Я ходила в банде Таулера. Таулер. Только... Когда это было? Я выпала из обоймы. Понятия не имею, где его теперь искать. Он больше не водит дружбу со старыми товарищами. В городе, говорят, он изменился. Таулер изменился? В каком смысле? Порвал со старыми знакомыми. Перестал заниматься случайными заказами. Засел в какой-то дыре. И должно быть, готовится к какому-то большому делу. Кто еще был в банде Таулера? Кроме меня? Зелиса, Хамонт и Лунд. Ну, они разошлись кто куда. Зелиса в Тритогор, Хамонт на Скеллиге, а Лунд... Лунд мертв. Нашла коса на камень. Ну, тогда попробуйте поболтать с Хамонтом или с Зелисой. А ты? Расскажи про себя. Я была с белками. Потом отряд мой разбили, и я прибилась к Таулеру. Они никогда не считали меня равной. Я за сто шагов била из лука воробья. Но для Таулера я была недостаточно хороша. Он всегда предпочитал эту хабалку Зелису. Ты участвовала в убийстве ведьмака Айдена? Может быть, я не помню. Нам нужны сведения о Хамонде. Он был правой рукой Таулера. Когда шайка распалась, вернулся на Фареры. Он оттуда родом. Теперь пиратствует. С ним, говорят, даже ярлы считаются. И где искать эту Зелису? Она срывала большой куш. Держит теперь бордель в Тритогоре. Из тех, что для богачей. Девки вытягивают из клиентов сведения, а она ими торгует. Как называется бордель? Черная лилия. У Зелисы всегда был плохой вкус. Девки вытягиваются. Нету, Амберт. И верно. Пускай так и остается. Мои деньги! Ублюдки. Ты должен мне помочь, Гераль. Будет лучше, если мы разделимся. Плыви на скеллиги и попробуй прижать Хамонда. Я поеду в Тритогор и встречусь с Зелисой. Ламберт, давай сначала поговорим. Нет. Это один из тех серьезных случаев, когда ты не задаешь лишних вопросов, а просто помогаешь другу. Где потом встречаемся? В Корчме нигде. Я отправляюсь. Удачи. Геннифер была права. Цири действительно появлялась на скеллиге. Она прибыла туда из другого мира в компании таинственного чародея. Девушки и чародей сражались с дикой охотой, а затем бежали через порталы, ведущие вверх. Мои маленькие морганцы... А ты дрался с драконом? Фу, трескантом. Я хотел поговорить. Я ищу человека по имени Хамонда. Ха-ха-ха. Что в этом смешного? Он заправляет всеми пиратами на фарерах. У него сильный флот, а сам он заноза в заднице у всех кланов. А пуще всего у Хольгера, которому приходится с ним договариваться. Я все еще не понимаю, что здесь смешного. Ты от него, похоже, чего ты хочешь, а у Хамонда на таких, как ты, не хватает терпения. Не успеешь ты сказать и пары слов, как он велит тебя бросить в яму с медведем. Тогда ты убьешь Хамонда, и мои неприятности закончатся. Потому я и смеюсь. Посмотрим. Я отправляюсь на фареры. За голову Хамонда назначена награда. Как все закончишь, возвращайся, и я тебе заплачу. Пусть осторожен. Субтитры сделал DimaTorzok Нехорошо. Зараза. Быстрый. И покойник. Быстрее! Все вместе! Раз, два, три! Выседой, умри! Не повезло тебе. Ты хоть раз с Ведьмаком дрался? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы лучше себя чувствуете. Ну? Прощай. Что? Что? Горыто за корыжем и тогда самой сраной смерти. Может, лучше ему бы овец купить, да, в горы податься? Угу. Конец святой, обретый ты, тоже вчера был. Продолжение следует... 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 оказалось у меня есть деловая смекалка на безбедное житье денег хватает и на филантропию приют девы и мирабеллы на скудность пожертвования не жалуются как и городской фонд попечения вдов и сирот и многие другие твоя жена знает кем ты был у нас нет друг от друга секретов каждый день она молится за меня и знаете что кажется это действует мать спокойно лагер в тот день когда я сделал ей предложение я признался ей во всем из того дня начал новую жизнь с чистого листа еще помнишь ведьмака айдена убийство в ландере хорошо оплаченные как я догадываюсь и я помню и его и других и обо всем сожалею только вот с айденом все было сложнее чтобы там ни говорили мы не собирались его убивать нам пришлось когда он на нас напал как по-твоему было дело айден принял заказ расколдовать дочку герцога взял деньги напортачил и уехал когда девушка умерла ты розож мы не должны были его убивать мы просто собирали долги денег у него уже не было и мы потребовали его мечи он отказался начался скандал виена сидела в укрытии и ее подвели нервы она всадила айдену стрелу в глаз а потом начала рассказывать собственную версию этой истории чтобы замазать свою вину довольно рассказов и что теперь знаешь что таулер по моему ты только изображаешь раскаяния ты хороший актер и все-таки я тебе не верю я вообще не понимаю к чему все это болтовня мы пришли тебя убить как хочешь ландерт это твое дело и твоя месть я долго ждал этой минуты я умирать не собираюсь спасибо за помощь геральт пожалуйста хочешь еще поговорить об этом не хочу мы еще встретимся когда-нибудь мы можем поговорить чем дело ты ничуть не изменился я кажется слышу недовольство нет недоумение люди с возрастом обычно смягчаются ты все злее мамочка всегда говорила что я исключительный мне приходят в голову другие эпитеты но исключительный тоже подойдет пока береги себя я должен в это поверить я должен в это поверить славь Вот халера. Мы можем поговорить? В чем дело? Пока. Береги себя. Береги себя. Береги себя. Береги себя. Береги себя. в самом большом городе Севера было все равно, что попытаться найти иголку в стоге сен. Но Геральт мог рассчитывать на помощь друзей. Ведьмак решил связаться. Мы можем поговорить? В чем дело? Пока. Береги себя. Береги себя.